Для начала я бы хотел еще, прежде чем мы перейдем к самому выступлению, немножко определиться, то есть в названии мы используем такое понятие как улица. Улица вот в обычном понимании, как бы в общепринятом, это часть населенного пункта, ограниченная двумя стоящими напротив друг друга рядами домов и включающая пространство между этими двумя рядами и как бы в более широком понимании один из основных элементов городской инфраструктуры имеющий как правило индивидуальное название. Название вот как раз дореволюционных улиц мы как раз сегодня тоже затронем. И я бы хотел как бы обратить ваше внимание, что вот использование вот самого предмета улица, оно в данных сегодня, в рамках сегодняшнего выступления, оно будет более обширно, то есть оно будет включать не только само пространство как бы вот наружнее, да, вот эту пешеходную часть, проезжую часть, но сами здания, которые формируют эту улицу. То есть это такое больше, можно сказать, концептуальное больше понятие. Культурное пространство. Почему мы говорим вообще сегодня о культурном пространстве? Потому что, ну, если как бы упрощенно говоря, мы сейчас, да, с вами находимся как бы в центре культурного процесса и вот это сегодняшнее небольшое пространство, да, вот этот конференц-зал, он уже является таким культурным подпространством. Поэтому культурное пространство — это вот пространство реализации творческой деятельности индивидов по воссозданию, обновлению культурных ценностей, норм, текстов. И в целом, говоря, это вот тоже концептуальное понятие, которое расширяется в результате каждого культурного акта. Я надеюсь, сегодня после нашей лекции мы тоже расширим культурное пространство нашего города, и вы уже как акторы этого действия тоже будете дальше расширять. Да, здесь ревитализация, вот вообще, видимо, этот опечатка, да, вот сам термин ревитализация, он означает, что это процесс воссоздания и оживления городского пространства. Это как раз тот процесс, который сейчас, как бы, на вот этом этапе современной урбанизации, Астана, да, как столица Казахстана, она, конечно же, можно сказать, находится в этом процессе, но вот результаты реализации, да, вот этой той самой ревитализации, они, конечно, очень, как бы, это такая очень дискуссионная тема. Ну и как раз, если мы говорим о ревитализации, то основные принципы, которые, как бы, подразумеваются вообще, они заключаются в раскрытии новых возможностей старых территорий построек. Ну, причем эти новые возможности, конечно же, когда мы говорим об исторической урбанистике, да, о сохранении идентичности города, да, то мы говорим о ревитализации, когда используется комплексный подход с целью сохранения этой самой идентичности, самобытности, исторических ресурсов городской среды, то есть сохранения этих самых зданий памятников, потому что они, сейчас в конце темы мы придем к выводу, что они, эти самые архитектурные памятники, исторические памятники, они как раз являются таким вот, такой платформой по расширению культурного пространства. Основной вот предмет, то есть, когда мы говорим о дореволюционных улицах, вот в сетке современного города и вообще истории, да, вот этих вот дореволюционных улиц, то я вот привел карту дореволюционного Акмолинска, это проект, который мы начали совместно с краеведом и активистом Кириллом Пертелем, мы начали мапировать, то есть, те сохранившиеся архитектурные здания и постройки и в том числе утраченные, которые мы на основе источников, материалов краеведов, исторических обзоров, ну вот широкого круга источников пытались мапировать, нанести и внести в такую, скажем, базу данных. Этот проект у нас еще в процессе, я надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем его презентовать. Ну вот, как раз начав этот проект, мы, в принципе, с коллегами, которые сегодня здесь тоже присутствуют, это историки из университета Казгю, из Яну, мы с ними на этой почве как бы нашли общие интересы, и как раз сегодняшняя лекция, если вы читали анонс, она проходит в рамках исследования, да, проекта по гранту МОНРК, это культурная среда исторического города, трансформация урбан-пространства на рубеже 19-20 веков. И я надеюсь, что мы как раз сможем по завершению этого проекта закончить, как бы презентовать вот этот наш подпроект, который мы тоже проводим параллельно. То есть, когда мы говорим о историческом периоде и вообще об урбанизации, Акмолинска, вот, Целинограда затем, да, Астаны и Нур-Султана сейчас, то я бы здесь хотел два важных момента отметить. Это, во-первых, что такое у нас контекст исторический, да, в котором эта урбанизация проходила. Я думаю, что очень важно этот контекст тоже иметь в виду, потому что мы не можем говорить о городском планировании, урбанизации без глобального большого исторического контекста и предпосылок, да, вообще появления города. То есть, когда вот мы проводим наши мероприятия в рамках изучения города и вот популяризации истории у нас есть, это вот такая инициатива, как Токенция, то есть, это вот наша сегодняшняя встреча. И есть инициатива еще в Уокенция, когда мы как раз участниками пеших туров изучаем город. И вот в процессе как раз изучения города совместно, да, с участниками этих туров мы тоже очень много для себя узнаем, как участники экскурсии, так и вот мы как организаторы, потому что вот это вот, как бы такая вот устоявшийся стереотип в головах жителей и гостей города о том, что городу там 24 года или что до там периода целины, да, истории города как такого не было. Это, конечно, очень ошибочные вещи. И мы убедились, что для большинства вот цифра в 192 года, это вот как бы возраст, да, нашего города, она в какой-то степени шокирующая для многих, кто вот с историей, с историческим анализом, как бы истории Астаны не знаком. Поэтому мы, конечно же, говорим о том, что годом основания, да, нашего города, о котором мы сейчас говорим, является 1830 год. Это год как раз основания Акмалы или Акмолинска, да, на казахском, на русском языке. И как раз в июне, да, 18 июня 1830 года была основана Акмала, и в 1832 году уже был открыт Акмолинский внешний округ. И вот важно как бы понимать этот контекст, в котором это происходило. То есть, например, в 1835 году в округе насчитывалось 15 казахских властей с населением, ну, чуть больше 71 тысяч человек. И лишь одно, например, русское поселение с девятью деревянными домами и одной деревянной именицей. Это то, ну, как бы, статистические данные, да, за этот период. Центром округа служило вот Акмолинское укрепление. Вы его сейчас видите на... Это схемы по материалам как раз Антончевой. Это вот супруга научного сотрудника Николая Антончева, который работал в Целиноградском историко-краеведческом музее. Вот вы можете заметить, что, например, на схеме 40-го года и 57-го года форма крепости отличается, да. Но тут важно понимать, что это условная схема, основанная вот как раз на исторических и краеведческих материалах. То есть, как таковой точной, да, схемы крепости ее фактически нет. Мы сейчас к этому вернемся. Ну, вот вернемся к основанию Акмолы. Центром округа служило Акмолинское укрепление, основанное на правом берегу Иртыша, недалеко от Роча-Карауткель. Это, в принципе, вот исторический центр, где мы сейчас находимся. Но здесь очень интересный момент, что первоначально, да, Акмолинское укрепление планировалось открыть в 30 верстах к югу, отсюда, то есть в том самом урочище Акмола, потому что мы сейчас как бы находимся в этом историческом урочище Харауткель, неподалеку от него, да, Акмола, она, получается, на юге, да, вот за Кушами находится. И это вот 30 верстов современного города, но вот место, которое выбрали изначально, оно, конечно же, впоследствии в тот же год выяснилось, что оно непригодно для строительства, укрепления, а позже города, потому что во время разливов Нуры, урочище Акмола находится на берегу реки Нура, да, Нура и Ешим весной разливаются и затопляют огромный район, соответственно, вот отметка, да, она на той местности намного ниже, чем здесь. И вот к 32-му году, уже когда Акмолинский округ был открыт, была выбрана именно эта локация, это урочище, но вот по бюрократическим каким-то причинам, да, не стали менять название урочище, не стали менять название крепости, и Акмола, она ушла оттуда, хотя физически она вот где Куши находится. Это такой интересный факт. И вокруг укрепления, вот вы видите на схеме, да, 57-го года, потому что укрепление само возникло. К 40-му году возникают гражданские поселения и фактически вот эти городские кварталы. Первыми городскими кварталами, вот, это к западу, да, от крепости становится район, да, старой Слободки, и к западу от нее это казачья Станица. Вот между вот Слободкой и Станицей фактически появляются затем улицы, о которых мы сейчас будем говорить. И одновременно вот с развитием Акмолинска, конечно же, параллельно в степи шла крестьянская и казачья колонизация. То есть это важно вот эти два, как бы, момента понимать, потому что развитие Акмолинска, оно непосредственно связано вот с тем, что Россия в Казахстане как раз-таки укрепляет свое политическое и экономическое влияние, и результатом становится в том числе развития этого города, и вот эта вот сетка современных улиц, она, конечно же, была заложена в колониальный период. Предыдущая вот схема, то есть где мы нанесли все улицы по материалам предыдущих исследований, этот анализ этих улиц, он показывает, что улицы вообще дореволюционного Акмолинска, которые появились, они все имели названия, связанные непосредственно с функцией этих улиц и с теми зданиями, которые там находятся. Это знаковые здания, находящиеся там, на этих улицах. И вот можно предположить, да, ну я думаю, что это будет не на пустом месте сделанное предположение, что одной из первых улиц вообще нашего города можно считать фактически улицу современный проспект Джинес, потому что проспект Джинес изначально назывался улицей Крепостная, и вот вы видите, что фактически, да, из центра крепости эта улица выходила на север, да, вот в сторону как раз современного Кукштау, Петропавловска и Омска. Здесь она отмечена. И улица Большая Базарная, это нынешняя улица Кенесары, мы недалеко от нее находимся. Она отмечена вот на второй схеме уже, там, в течение, да, 15 лет. Она тоже формируется и фактически застраивается первыми как раз жилыми и общественными зданиями. И когда мы говорим об улице Крепостной, то вот, это центральный бастионок Молинского укрепления, это пространство, да, которое изначально было как, ну, военная крепость, да, у нее были свои определенные цели, задачи у этого, как бы, пространства, большого квартала. Но уже после окончания национально-освободительной войны Кенесары-Косымова вот эти цели и задачи этой крепости, они фактически уже теряют свою актуальность, поэтому это пространство становится, оно становится непосредственно частью города, срываются стены этой крепости, и это пространство, оно начинает работать на город, оно восстановится его частью, в том числе, вот, церковь, которая обозначена крестиком в центре, это Константино-Иленинская церковь, которая сейчас у нас перенесена на бывшую казачью площадь. И вторая локация важная, помимо локации крепости, это локация базара. Вот базар рядом с крепостью, он появился параллельно еще в первые десятилетия появления города, поэтому как культурное пространство базара, наверное, является квинтэссенцией вообще торгового дореволюционного Акмолинска, потому что здесь на городском, да, круглогодичном базаре как раз происходят важные взаимодействия, не только экономические, да, но и культурные. Например, мы можем говорить, да, вот из Аус-Шатарих, как бы, история, события, да, из биографии Балуана Шалаха, например, разворачивается как раз здесь на Акмолинском базаре, здесь как раз у его возлюбленной Галии, Тлею Куза, она держит кумыслую, и как раз там у них происходят вот эти вот события, связанные как раз с одной из самых знаменитых, наверное, стихотворений песенного наследия, именно Балуана Шалаха, его песня Галия, она стала вот классикой современной, как бы, казахской классики, поэтому это пространство, оно тоже становится таким важным местом культурного взаимодействия. Следующая улица, которая на сегодня у нас сохранилась и тоже несет в себе вот отпечатки и вот трансляторы, да, той исторической памяти и является по-прежнему культурным пространством, это улица Жель-Токсан, которая вот буквально следующая отсюда улица. Изначально названная как Думская и Управская, она как раз является домом для первого архитектурного ансамбля, то есть первая застройка, которая проходит в архитектурном, определенном архитектурном стиле, историзм, да, забегая вперед об архитектуре этих улиц, этот стиль историзм как раз появляется на улице Жель-Токсан, и это первые административные общегородские здания. Вот эта фотография уже 50-х годов, это как раз администрация нынешнего русского драматического театра имени Горького, это касса театральная, и администрация там расположена, это как раз-таки Акмолинская городская управа и Дума, общественные собрания, то есть это одно из первых таких культурных и административных общественных зданий нашего города, и оно, благодаря тому, что это здание на сегодня сохранилось, мы можем говорить о нем как как раз-таки том примере пространств и построек, которые продолжают действовать по своему как бы функции своей культурной. Следующие три улицы, это улицы, которые появились уже к концу 19 века, это улицы Бейбе-Челек, вот мы сейчас как раз на этой улице находимся, да, изначально Гостина Дворская, вот она желтым выделена, красным у нас выделена улица Азербайджана Мамбетова, это улица торговая, и следующая улица, это улица Ауэзова, улица Центральная у нас называлась. Застройка этих улиц тоже приобретает такой как бы системный характер, и, например, улица Гостина Дворская, да, или улица Бейбе-Челек, сейчас это вид на городскую площадь, как раз здание, которое центральное, вы видите, двухэтажное, усадьба, да, купца Ивана Силина, она сегодня, на сегодняшний день существует вместе с соседним зданием торгового дома Матвея Кубрина, и вы видите здесь на вот этой фотографии, здесь как раз характер города, то есть, несмотря на то, что мы говорим о современной столице как городе с большой историей, да, с важными архитектурными памятниками, конечно, мы не должны там питать каких-то громких иллюзий насчет того, каким город был развитым или красивым, вот эта фотография как раз иллюстрирует, потому что, если обратиться, да, к, ну вот, к характеристикам дореволюционного Кмолинска, которые даются в том числе, там, современниками, да, того периода, то внешне дореволюционный Кмолинск, он походил больше на торговое село с прямоугольной сеткой улиц, вот, эта сетка улиц как раз была сформирована в 19 веке, и вот эта улица Азербайджана Мамбетова, то есть, это вид как раз сейчас с нашего Арбата, да, пешеходного, пешеходного, как бы, бульвара, и мы здесь видим как раз торговый дом Матвея Кубрина, вот, справа у нас Акмолинское отделение Сибирского торгового банка, здание это не сохранилось на сегодня, и по соседству тоже магазин, и дальше идет дом Матвея Кубрина, как раз где в двухэтажном особняке Матвей Кубрин со своей женой, да, и проживал. Вот весь этот комплекс, этот квартал, он, конечно, был в советское время снесен на его месте, как вы знаете, построен комплекс зданий, это бывшее Министерство сельского хозяйства, да, сейчас там разместился, насколько по последним новостям мы знаем, казахстанский филиал Московского государственного университета. И, как бы, главной достопримечательностью, да, и таким вот, можно сказать, функционально образующим и символическим памятником вот улицы Торговой Азербайджана Мамьетова, это был как раз торговый дом Матвея Кубрина, который отчасти и дал название этой улице. Эта улица, современная улица Мухтара Ауэзова, фотография сделана как раз с минарета, ныне утраченной, мечети, Акмолинской мечети номер один. И вы видите, что это как раз вид с улицы Иманово, дальше у нас идет дом Кубрина, это как раз перекресток с улицы Кенесара. И здесь на этой фотографии, например, мы можем видеть, наблюдать, да, как застраивались такие улицы. По большей части, конечно же, каменных зданий их было не так много, эти каменные здания были сосредоточены на центральных площадях и на основных улицах Старого Акмолинска. Большая часть зданий была либо деревянной, либо саманной. И главной, скажем так, достопримечательностью улицы Ауэзова, улицы Центральной, это был как раз построенный в начале 20 века особняк Василия Кубрина. Это тот характерный как раз архитектурный тип построек, который для Акмолинска будет характерен. Я чуть позже об этом расскажу. И если обратиться уже к схеме генерального плана, вы видите, что здесь это та схема, можно сказать, генеральный план нашей столицы. Вот первая генеральная схема генерального плана, которая заложила основу. То есть здесь мы можем, в принципе, говорить, утверждать о том, что современный исторический центр города, он, конечно же, архитектурно-планировочная сетка улиц, она была заложена вот в период конца 19 века. И здесь очень интересно, что параллельно вот уже к концу 19 века сформированы как минимум две большие площади. Это вот городская площадь, в центре которой находился Александр-Невский собор и гостиный двор города Акмолинска. И станичная площадь, куда позже в 1900 году будет перенесена крестик в крепости. Это Константино-Иленинская церковь. Помимо этого была соборная мечетная площадь. И в будущем, в начале 20 века уже на перекрестке современных улиц Республики Абая формируется как раз-таки вокруг Акмолинской мечети номер 2 так называемая площадь Татарской Слободки. Татарская Слободка у нас официально не была зарегистрирована, не была сформирована, но неофициально она уже фактически существовала. Если бы не революция, возможно, застройка того района, она приобрела бы уже другой характер. Но это уже сослагательное наклонение. И вот как раз Казачья площадь, это вот фрагмент ее. Здесь дом Казачьего атамана. И дальше вы видите, что как раз-таки пожарная колонча вот этого вот Казачьей станицы. Это вид на городскую площадь в 1914 году. Фотография сделана с пожарной колончи города Акмолинска. Это вот с каменной колончи. Вы видите вот Александр-Невский собор, который является архитектурной доминантой этой площади. Он формирует как раз здесь вот эту будущую площадь. И обратите внимание вот на переднем плане двухэтажное здание. Это мы его еще в конце нашей лекции увидим. Это как раз к вопросу о малоизученных, сохранившихся дореволюционных постройках. Это дом у вечных воинов, построенный в 1915 году. В советское время это был народный дом. Это здание, где впервые был открыт и разместился историко-краеведческий музей, которого сейчас нет. И здесь интересный момент. То есть возвращаясь к вот этой как бы схеме генерального плана, то мы понимаем, что здесь основа современного, вот этого правебережного, как мы любим говорить, центра Астаны, она как раз была заложена в конце 19 века. И это уже пояснительная записка как раз к планировке и застройке центральной части города Акмолинска 1954 года. То есть до середины прошлого века можно утверждать до вообще массовой застройки индустриальными домами в период освоения целинных земель. То есть когда уже город развивался как Целиноград, как центр целинного края, мы можем говорить, что город фактически существовал в пределах вот этого вот пространства городского, сформированного в 19 начале 20 века. И здесь пояснительная записка как раз говорит, что реконструкция вот застройки, она как раз будет основой реконструкции дореволюционной застройки, она будет основой планировки и застройки центральной части города Акмолинска. И к ней, к этой пояснительной записке, то есть предполагалось изначально двухэтажные и одноэтажные дома и постройки дореволюционного Акмолинска реконструировать, то есть достраивать второй или третий этаж и реконструировать фасады для того, чтобы эти дореволюционные купеческие здания символически считались советскими, то есть неоклассическими в период как раз послевоенной реконструкции советских городов. И как раз на этой перспективе, на этом эскизе мы видим, каким мог бы быть город Акмолинск до 61 года, когда он был переименован в Целиноград и когда началась массовая застройка города. Эта как раз схема предполагала развитие исторического центра, это вот тех улиц и кварталов, которые сегодня существуют, как раз в стиле советской неоклассики. И реконструкция зданий предполагалась, реконструкция всех дореволюционных зданий предполагалась именно в стиле советской неоклассики. Например, вот здание из архитектурного ансамбля по улице Жильтопсан современной, это здание нынешнего русского драматического театра, изначально учреждение образования, прогимназия, она в 58-м году как раз реконструируется. Мы видим, что вот этот характерный для революционного от Молинска модерновый купол, он исчезает, надстраивается третий этаж, и как мы сейчас можем наблюдать, фасады современного театра, они выполнены как раз с применением элементов советской неоклассики. Это вот классические элементы античных пилястр, колонн, и они вот здесь как раз воплощают именно вот эту вот послевоенную реконструкцию от Молинска. Еще одним таким примером реконструкции зданий, это здание было, здание строившееся двухэтажное, это вот с фотографией площади на улице Умарова, Бибичлик, это перекресток, сейчас военный суд зданий суда. Это здание 1914 года постройки строилось под Мариинское училище, то есть тоже это здание учреждения образования, в советское время в этом как бы почти достроенном здании разместились части особого назначения, и вот в послевоенный период вы видите, что здание реконструировалось и стало таким очень знаковым, красивым, именно неоклассическим зданием, и сейчас вряд ли кто по визуальному как бы первому взгляду может сказать, что это дореволюционное здание, потому что в этом здании как раз, наверное, в полноте своей воплощается советская неоклассика, это вот этот портик античный. Сейчас, если вы заметили, там у нас после 98-го года был, когда переехал туда военный суд, пристроен был, получается, такой треугольный фронтон. И уже мы сейчас переходим как раз к тем знаковым зданиям дореволюционного Акмолинска, которые как раз очень сильно влияли на формирование культурного пространства для революционного города. И как бы открывает вот эту нашу обзорную, да, обзор. Это старая казахская мечеть, я в скобочках написал, конечно, это моя вольность была. Ну, вообще официальная Акмолинская мечеть номер один. Почему старая, почему казахская? Дело в том, что она строилась параллельно с крепостью. У нас крепость с 38-го по 40-й год строилась, и параллельно с ней была возведена как раз-таки Акмолинская мечеть номер один по инициативе и на средства старшего султана Акмолинского округа Хонар-Кульджу Кудай-Мендина. И это здание, конечно, еще было утрачено в 1920 году. Это здание деревянное, тип мечети с миноретом на крыше, да, это очень распространенный вот в Казахстане дореволюционный тип мечети, когда достаточно быстро и экономно можно было возвести. Но интересная особенность этого здания, помимо того, что это первое культовое сооружение города, оно же стало первым вообще учреждением образования, потому что эта мечеть выполняла не только религиозные функции, но при мечети была как раз открыта первая медресея Миктеп, и там обучались дети разных национальностей, но вот именно мусульманские как бы дети. И таким образом оно стало вот таким вот важным, как бы носителем, да, и актором вот этого вот культурного процесса в нашем городе. И здесь я хотел тоже, как бы, пользуясь моментом, познакомить вас с Хонар-Кульджой Кудай-Мендином, да, то есть вот вообще противостояние Хонар-Кульджи и Кенисаре, то есть Акмолинск в этот период, как раз период строительства Акмолинского укрепления, 38-й год, он становится местом вот национальной истории, то есть местом как раз вот столкновения, можно сказать, идеологии в какой-то степени. Ну, это вот вопрос, как бы, к трактовке тех событий, но я хотел бы просто остановиться вот на том, что, во-первых, мало кто знает, да, в советский период очень сильно их взаимоотношения, как бы, можно сказать, в негативной коннотации освещались, как классовая вражда, как какая-то идеологическая, но их взаимоотношения намного сложнее были, дело в том, что, во-первых, они были оба туре-чингизиды, как бы близкие родственники, да, у казахов это все равно считаются близкие родственники, вот, и их противостояние было намного сложнее, дело в том, что, например, когда велась осада, да, Кенисары и его сарбазами Акмолинского укрепления, которое тогда еще не существовало, это был военный гарнизон, в войске Кенисары присутствовал старший сын Конор-Кульджу Кудаймендина, а сам Конор-Кульджа, он был, например, взят под стражу и держался начальником гарнизона в целях, опасаясь, что, ну, вот, Конор-Кульджа перейдет на сторону Кенисары. То есть здесь, конечно, это была политическая борьба, это была борьба за политическое влияние как раз между данными людьми, но между тем они, конечно, намного сложнее, эти взаимоотношения. И здесь, если, как бы, мечеть номер один, да, вот это деревянное здание, оно было связано непосредственно с Конор-Кульджой Кудаймендином, да, казахским основателем Акмолинска, то здесь в 20-м году возводится уже здание на этом же месте, несмотря на, как бы, гражданскую войну, несмотря на очень сильные политические, да, передряги, это как раз-таки здание Красной мечети, или Кызл-Мешет, или Кызл-Мешет, она была построена на месте, вот, утраченной мечети номер один, и тоже была утрачена в 70-м году. И это строительство связано с династией Кащегуловых. Сам Баймухаммед Кащегулов к этому моменту уже скончался, он скончался в 1918 году. Я думаю, что этот персонаж, историческая личность известна многим жителям города, но его вот сыновья и, как бы, потомки, они спонсируют строительство вот этой вот новой каменной мечети, то есть сама архитектура этой мечети, материал, из которой она построена, они, конечно, говорят о том, что на это мероприятие было выделено много денег, то есть вот это пространство, да, соборная площадь, мечетная площадь, которая как раз находилась на перекрестке современных иманного Ауэзова, она для местной мусульманской общины, для местного сообщества, она очень важная. И несмотря на годы вот гражданской войны, уже вот статус, да, под вопросом, да, у бывших богатых, да, как бы властных людей, семей в городе, их будущее уже туманно. Но, несмотря на это, они, конечно, возводят, то есть воспроизводят вот эту вот практику сакральную, и вот эта мечеть снова появляется здесь уже в камне. Но вот как раз в 30-е годы они уничтожили вот эти четыре культовых сооружения, больших, которые у нас существовали. Мечеть в 30-е годы стала домом для историко-краеведческого музея. И то есть религиозная функция музея, она замещается на вот такую вот культурно-образовательную. То есть здесь вот эта фотография, сделанная в 30-м году, она как раз сделана на фоне уже мечети как музея. И дальше, после как бы переезда музея, уже в 40-е годы сносится минарет, и вот это здание, оно как раз это перед сносом, конец 60-х годов, на этом месте сейчас стоит пятиэтажный жилой дом. С 40-х годов это здание почти 30 лет использовалось как завод Каспива. Ну вот символически это место, оно в памяти людей, которые знают эту историю, оно по-прежнему существует. На данный момент, конечно, практика памяти, она реализована только в мемориальной табличке на стенах этого дома. Ну это вот, по крайней мере, дореволюционно, по-моему, от Молинска это здание имело большое культурное пространство, которое играло большую роль в структуре того города. Это тоже утрачено Александро-Невский собор, это постройка вот конца непосредственно 19-го века, утрачено в 39-м, 40-м году, вот его уже как бы окончательно взорвали. То есть с 38-го по 40-й год его разбирали. Это здание, формировавшее огромную, да, Акмолинскую площадь, в 30-е годы закрывается и становится домом для кинотеатра, первого кинотеатра и театра, русского драматического театра. То есть здесь интересен вот этот вот, получается, трансформация функциональной этих зданий, но вот сама архитектура, символическая вот эта вот ценность этих зданий, она позволяет им продолжать даже вот в годы, получается, запрета на религиозные практики, она продолжает быть культурным пространством. Мечеть, это новая мечеть, да, или зеленая мечеть, Акмолинская мечеть номер два, также являлась до революции, с момента постройки, как раз она формировала вот эту вот, как я упоминал ранее, неофициальную татарскую слободу. И здесь как раз размещены, за ней находились дома известных татарских богатейших купцов, это купца Забирова, Бегишева, это дома старшего сына Баймухаммеда Кощегулова, Вали Кощегулова. Напротив этого здания размещалась конфетно-пряничная фабрика Баймухаммеда Кощегулова, и сейчас на данный момент от этого здания сохранился забор, но сама мечеть до своего сноса в 50-е годы, она использовалась как дом пионера. То есть здесь тоже происходят в 30-е годы изменения функции, но как пространство оно продолжает существовать, и на сегодняшний день сохранился только забор, мы его сейчас чуть позже увидим. Здесь единственный сохранившийся культовый объект дореволюционного города, Константино-Иленинский кафедральный собор, он имеет статус памятника истории культуры местного значения, сохранность можно охарактеризовать как удовлетворительную, и это здание 1856 года постройки, но 900-й год здесь указан, так как это год переноса этого здания с крепостной площади на казачьи площади. И изначально храм был деревянный в каменном фундаменте, вы вот здесь можете лицезреть, как раз здесь вот этот исторический ландшафт еще не застроенной казачьей площади. И ныне ограждение зеленой мечети, имеющее статус памятника местного значения, оно на данный момент в культурном пространстве Астаны несет именно такую символическую свою функцию, работает как место памяти, можно сказать, место коллективной памяти, потому что то место, где находилась Акмолинская мечеть номер два, она связана с судьбами многих людей не только дореволюционного Акмолинска, но и советского периода, то есть проживает на данный момент поколение горожан в Астане, которые учились или ходили в это здание, как в дом пионера. И это тоже очень важный пласт истории, вот это и вот работа этого здания. Да? Да, да, да. Ну, да, это как раз татарская община. После роста как бы мусульманской общины в городе, в основном за счет татар, они как раз и инициировали строительство. Причем очень интересный был момент строительства этой мечети, так как в 888 году еще не было Александра Невского собора и вот из документов переписки к омскому генерал-губернатору как раз мусульманская община просила открыть мечеть и ей было отказано в строительстве мечети, так как они мотивировали, что количество мечетей не должно превышать количество православных храмов. Тогда татарская община сделала следующее. Они попросили открыть молитвенный дом без минорета. И начальник города, он разрешил им это. И был построен вот сначала молельный дом и затем в 95-м году уже был пристроен минорет. Впоследствии и как бы постфактум, поэтому это тоже такая практика, да, как бы можно сказать борьбы за город и вот как раз период формирования, можно сказать, вот эти здания, они становятся, можно сказать, примером вот этого формирования гражданского общества еще в дореволюционный период. И с этой мечетью связан интересный факт, что в 913 году имам этой мечети, он был арестован и сослан на три года в Сибирь за распространение стихотворения Миржака Падулатова «Уян-Хазак». То есть мечеть становится не только не просто религиозным каким-то институтом, но еще и важным каким-то гражданским институтом. И культурное пространство этого города, оно в том числе работает в этом месте, конечно же, очень сильно, можно сказать. У этой мечети существовали две мусульманские школы, это медресе и мегтеп. Это вот женское медресе, и за ней находится мужское. На данный момент, да, в ткани современного города эти здания сохранились, это памятники республиканского значения. Причем до прошлого года эти оба здания были памятниками республиканского значения, но в прошлом году Акимат Астаны разделил адрес этих зданий, и теперь здание мужского медресе – памятник местного значения. То есть его статус понизился после разделения этих двух зданий. То есть физически стало памятников больше, но вот статус их упал. Женское медресе по-прежнему памятник республиканского значения, и здесь до последнего момента находилась так называемая дирекция по охране объектов историко-культурного наследия. Сейчас дирекцию объединили с музеем Сакена Сифульна, с музеем, с галереей в Триумфальной арке, и это теперь управление объединенных музеев. Там располагается, то есть культурная функция этого здания, она продолжается, причем в советский период. Эти два здания стали основой учреждения образования советского Акмолинска, это школа номер 2 и номер 4. То есть сейчас современные школы столицы, они как раз ведут свою историю. Школа номер 2 и школа номер 4 ведут историю от этих двух зданий, как важных таких вот именно культурных учреждений. Другое здание в современной, да, тоже ткани города, это двухэтажный особняк Ивана Силина. Причем Иван Силин, изначально это здание было построено в начале 20 века, для него им же, но мы видим, что первый этаж, это вот как раз архитектура, характерная для Акмолинска. Здесь в этом здании первый этаж используется по коммерческому и хозяйственному назначению, там магазин. Когда Иван Силин владел непосредственно этим магазином, там находился самый известный винный магазин в городе, и это как бы заведение работало на весь город, но вот на этой фотографии мы видим, что позже помещение было сдано или либо продано купцу Канцерову. И в советское время вот этот как бы магазин, да, коммерческий, частный дом, второй этаж был жилой, он получает функцию тоже культурную. В советское время это была областная филармония здесь до последнего момента, и уже как бы непосредственно с той работой, которую мы в том числе проводили в рамках общественного мониторинга и адвокации, это в 19-м году посольство Беларуси, которое занимало последние 20 лет это здание, это, кстати, еще и штаб в 97-98-х годах, это был штаб по передислокации столицы сюда, там располагалось это здание, у него есть еще помимо культурного, да, вот этого вот назначения, был такой важный, можно сказать, исторический пласт истории. После того, как посольство съехало, там открылось заведение общепита и караоке, да, то есть как бы история сделала такой, пыталась сделать такой вот поворот, но после как бы нескольких материалов, интервью, МИД, который владеет этим зданием, они разорвали контракт с арендаторами, с общепитом, и сейчас здесь размещается частная художественная школа, вы можете видеть, то есть из общепита все-таки вернулась функция здания к культурному учреждению, и, ну, наверное, это в какой-то степени позитивный момент в этой истории. Другое здание, которое в советское время из частного дома, да, из особняка было переделано в культурное, да, учреждение, это бывший дом купца Василия Кубрина, который с 67-го года там размещался историко-краеведческий областной Целиноградский музей, и в 2000 году он был закрыт. Это, конечно, тоже большой пласт истории, и как раз-таки отсутствие краеведческого музея в какой-то степени оно сыграло очень нехорошую, да, работу как раз в сокращении этого культурного пространства города, о котором мы говорим, ну, вот такой вот пример. И в 2020 году как раз наш проект, мы попытались активизировать это пространство, после того, как посольство Украины оттуда съехало, здание три года арендовал, находился там государственный архив города Нур-Султан, и совместно с ними при участии общественного фонда Урбан-Форум Казахстана и фонда Сорос Казахстан мы проводили вот это мероприятие, наш краеведческий фестиваль, для того, чтобы как раз вопросы сохранения наследия, вопросы изучения архитектурных памятников и объектов историко-культурного наследия поднять. Вопрос, я думаю, что у нас получило, мы составили большой документ по итогам нашего фестиваля, то есть, ну, здесь примеры, как мы активизировали, да, то есть мы здесь связывали вот это пространство, даже двора, через как раз дореволюционную историю этого дома и историю целины уже советского периода, и вот в современном, как бы, культурном пространстве оно стало таким вот на один месяц новым, ревитализированным, можно сказать, таким вот заведением. Здесь тоже у нас фотографии из этого, как бы, мероприятия. И из таких вот, скажем, неочевидных, да, объектов застройки, да, или градостроительных памятников еще дореволюционного Акмолинска, я бы хотел здесь обратить ваше внимание на такой объект, как часть, да, столичного парка. У нас сейчас столичный парк, он находится на другом берегу реки, но как раз градостроительный памятник, он был заложен в конце 19 века, как раз силами интеллигенции, силами активистов, горожан дореволюционного Акмолинска, и это был большой процесс по вообще тоже благоустройству города силами, силой общественности. И вы видите, здесь это снимок 50-х годов, это как раз снимок, это современный, да, сейчас на этом месте пешеходный мост, Серуен, да, это который, Жельтоксан, у нас переходит в Астаналах Саябах, и вот эта вот набережная парка, вы можете видеть там такое дерево вот возвышается. Это как раз один из тех черных тополей, который был посажен в 1891-1993 годах местными горожанами, и это дерево мы еще в 19-м году с нашей командой обратили внимание на так называемый забытый памятник дореволюционной истории, не только как памятник природы, но как памятник носителей, транслятор истории дореволюционного города. И вот мы, если, может быть, кто знаком, мы открывали ему Инстаграм, собирали исторические фотографии горожан, потому что здесь интересный кейс с точки зрения как культурное пространство, как вообще место коллективной памяти может быть не только у каких-то определенных зданий или улиц, но может быть у просто определенного дерева, которое своей историей, своим, как бы, вот, не знаю, видом, да, оно цепляет взгляд и оно очень резонирует как раз на уровне каких-то эмоций у людей. Поэтому вот те все фотографии советского периода, у нас, конечно, самый ранний, это был 50-й год, раньше мы не нашли, но, тем не менее, вот, эта история с 50-х годов этого дерева, она прослеживается, и мы совместно с нашими экспертами все-таки, когда мы занимались адвокацией этого места, мы, конечно же, говорили о дореволюционной истории этого тополя, то есть, что в 21-м году условно ему исполнилось 130 лет, а в этом году уже 131 год. И вот эта самая старая фотография, найденная нами, это 1950-й год, и вот здесь изображена справа женщина и ее дочь, это вот уже бабушка держит внука. Это фотография 2004 года, вот, уже внук, уже вырос. И если кто помнит, да, когда мы привлекли внимание общественности с этой историей, дело в том, что это дерево было закрыто за забором, и только благодаря вот поддержке горожан, общественности, нам удалось эту часть забора демонтировать. Вот, возвращаясь к этому дереву, я сейчас покажу, как оно выглядит сейчас, и после лекции, может, кто-то захочет прогуляться в парке и как раз посмотреть на это дерево. Это фотография 1999 года, это вот как раз архитектор, исследователь архитектуры, наш известный эксперт в городе, Аманжол Шамерден Чиканаев, он рассказывает, это его воспоминания, его фотографии сделаны здесь, как раз участник команды разработчиков первого генерального плана, из команды Кишо Куракао. Здесь зимой он повез, Аманжол Шамерденович показывает, получается, ребятам из вот этих японской команды разработчиков генплана, здания и объекты дореволюционного и советского периода, чтобы включить их в историко-опорный культурный план города. И этот лист, он был включен, но вот как раз на данный момент мы, можно сказать, 40% этих памятников, которые были включены на первый генплан, мы их уже утратили, потому что, несмотря на то, что этот историко-опорный план, он был принят, но никто не соблюдал этот генплан и никто не соблюдал как раз план по сохранению, по включению этих зданий, памятники. Вот в 99-м году как раз Аманжол Шамерденович консультировал архитекторов из команды Кишо Куракаба и возил их здесь. И здесь очень интересная интерпретация, то есть Аманжол Шамерденович сам, когда коренной житель, потомок, коренной житель города, он, конечно, об этом дереве сам непонаслышке знал, и зная, что это является частью вот этого градостроительного памятника, это первого парка на левом берегу в 19 веке, который был построен, он здесь, конечно же, сам еще расширяет пространство и символизм этого дерева за счет вот этой вот как бы мифологии. То есть он, говоря о том, что здесь четыре, было четыре изначально, его потом в советское время спилили, три больших ствола, он как раз пытается теоретизировать и говорит, что они символизируют три казахских жуза. А более мелкие ветви на каждой символизируют роды, из которых состоит этот жуз. И еще Куракава так понравилась эта легенда, что он захватил своего генерального директора и вместе с Аманжолом Шамерденовичем поехал туда, к этому дереву, был поражен, их было четверо, они вот вчетвером обхватили это дерево, только вчетвером. Это вот лирическое отступление, можно сказать. И в 2020 году мы как раз сделали вот эту вот общественную медиа-компанию, и завершилась компания, мы сделали альбом с рекомендациями по брендированию и оформлению Стополя. Было там 16 рекомендаций, 16 страниц, к сожалению, только одна страница была реализована на данный момент. Основные рекомендации по обследованию дерева, по включению его в государственный список объектов историко-культурного значения или как объект природного памятника, эта работа не была завершена, к сожалению, органами, которые должны этим заниматься. И, ну вот, по крайней мере, она сейчас открыта и доступна для обзора. Другим важным моментом, тоже местом памяти, да, которое не обладает как бы физическим пространством, но оно трансформировалось, это является конфетно-пряничная фабрика Баймухаммета Кащегула. Вы видите, что еще в советское время это здание до 70-х годов функционировало как редакция советских газет, то есть оно здесь тоже определенную функцию выполняет. Это первый объект пищевой промышленности, это вот памятник промышленной архитектуры, можно сказать. Это вот яркий пример архитектурного стиля историзм, который здесь получают развитие в конце 19 века. Это здание 1895 года. Оно, конечно, в советское время после его утраты, сейчас мы это пространство зафиксировали, можно сказать. В городе оно зафиксировано вот этим монументом, жертвам голода и репрессий. Из малоизученных памятников, это уже как бы предпоследняя наша, можно сказать, часть, это вот как раз-таки Дом у Вечных Войнов, это памятник эпохи Первой мировой войны. Изначально двухэтажное здание, тоже в стиле историзм кирпичное, из необлицованного кирпича. На данный момент на улице Бегельдинова оно находится, это как раз то пространство, где на втором этаже в одном маленьком кабинете, меньше чем это помещение, открылся Акмолинский историко-краеведческий музей. И затем он оттуда, конечно, перекочевал. Но вот это здание, ныне принадлежащее КНБ Республики Казахстан, оно, кроме того, что оно получается закрыто вот этим фасадом новым, и мы не можем его наблюдать, у нас нет доступа к этому зданию, мы не можем его использовать как культурное учреждение, мы не можем реализовывать свое право по изучению архитектурных исторических памятников. Таким образом, надеюсь, в ближайшее будущее когда-то, возможно, станет изучить глубже историю этого здания, его нынешнее состояние, и возможность ревитализации этого здания, возвращение его вот как раз в культурную ткань города. Другим важным таким небольшим артефактом, вот, наверное, многие читали, мы делились тоже в рамках такой нашего общественного мониторинга, это остатки ограды особняка Уалика Щегулова. Вот на этой фотографии, кстати, Уали, вот это вот, меньшего роста, он изображен с Хакимом Махмудовым, они были председателями Акмолинского общества «Сибирское книгоиздательство», и, кроме того, вот семья Кощегуловых и Канцеровых, ну, они еще являлись попечителем Акмолинского театра, татарского театра. И вот этот особняк, который принадлежал Уалика Щегулову, он, конечно, был национализирован, и сам особняк был снесен в 70-е, в конце 60-х годов, но вот ограда задняя, она сохранилась до сегодняшнего дня. К ней в советское время был пристроен, к этой капитальной полутораметровой стене был пристроен гараж, но вот буквально три недели назад провели, полностью штукатурили заново, и, как бы, теперь очень сложно считать, что это остатки, да, артефакты вот этого дореволюционного Акмолинска, которые могли бы зафиксировать, да, вот эту вот историческую, да, характеристику этого здания. Еще примечательно, что от вот этого всего квартала сохранилась только ограда Зеленой мечети через дорогу, и здесь сохранился фрагмент ограды, да, этого особняка. То есть такая ирония, но на данный момент эта ограда оштукатурена, и, не знаю, нужно ждать, наверное, года полтора-два, когда штукатурка эта новая отвалится, чтобы показывать ее горожанам, да, или попытаться ее как-то зафиксировать в виде мемориальной таблички, ну, для того, чтобы можно было изучать историю города на основе таких зданий. Другим важным памятником, малоизученным, и который не имеет никакого статуса, это постройка конца 19 века, это торговые склады и, предположительно, магазин, да, купца Хусаина Бегишева. Хусаин Бегишев был тоже богатым татарским купцом, одним из спонсоров строительства мечети и особенно вот этих медресе, которые я раньше, ну, до этого показывал. Вот из воспоминаний Диляры Гумаровны Бегишевой, она как раз здесь делится тем, что вот эти дома, конфискованные в советское время, они были заняты, как бы, городскими учреждениями, но для вот как раз потомков вот этих вот семей, у которых были конфискованы эти дома, это, конечно, была большая эмоциональная травма. И вот отец, например, Диляры Гумаровны, он проходил каждый день мимо вот этих домов, отнятых у его отца, домов, где он родился, и для него это был тоже такой вот этот процесс, как бы, переживания эмоционального периодически вот этого травматического опыта. При этом ее мать, дочь Валика Щегулова, да, тоже представительница богатой династии, которая тоже фактически потеряла дом своего отца, как бы, наследство своих предков, она смирилась очень быстро и уже старалась не вспоминать, что она из богатой, как бы, купеческой семьи. Вот, такой момент очень интересный. Это здание на данный момент с советских времен на этой территории располагалась электростанция города Акмолинска, первая до строительства ТЭЦ. Сейчас это здание находится как хозяйственная постройка Акимата района Байконур, вот, по улице Отрар. Как раз улица Отрар, застройка этой улицы, вот, в районе Байконур, она представлена вот этими тремя памятниками. Это торговые склады и здание женского и мужского медресе. Кроме них дореволюционных памятников там нет, поэтому очень важно, на мой взгляд, изучить и попробовать сохранить, и попробовать вернуть городу это здание, да. И еще один малоизученный памятник, который не имеет никакого охранного статуса, это дом купца Федора Семенова. Это тот дом, где родился первый краевед нашего города, Леонид Федорович Семенов, основатель Акмолинского и Карагандинского историко-краеведческого музея. Этот дом по своей архитектуре тоже является вот этой характерной Акмолинской застройкой. Торгово-жилая усадьба. Первый этаж у нас торговый, второй этаж жилой. И на данный момент это здание у нас оштукатурено, здание тоже занято представителями правоохранительных органов, силовых структур, доступа к этому зданию нет. Хотя здание расположено вот в ткани города, на перекрестке Бейбичелек и Омарова. И вот сейчас, когда у нас идет процесс, можно сказать, ревитализации в городе, то улица Омарова становится пешеходной, и как раз есть острый дефицит вот этих вот пространств для культурных учреждений именно в контексте вот этого пространства закрытого. Вот фотографии Семенова. Это как раз фотография уже сделана в Караганде, когда они переехали туда с супругой организовывать карагандинский историко-краеведческий музей, который в Караганде работает, а в Акмолинске на данный момент не работает. Ну и последнее, это здание у нас, вы видите, это здание Халыкбанк на улице Азербайджана, Мамбетова, оно имеет статус памятника. Но интересный момент, что само здание, несмотря на вот этот как бы официальный охранный статус, история этого здания мало изучена. Потому что до последнего момента, буквально на днях, мы с экспертами, с краеведами, архитекторами обсуждали, смотрели старые фотографии, и это здание ныне утраченного магазина купеческого, да, это дальше по улице Мамбетова, на перекрестке Сумарова это здание находилось. И вот визуальный анализ показал, что эти два здания, это были два одинаковых здания. То есть до этого два, как бы, фактически мы не говорили о том, что в Акмолинске повторно воспроизводятся в дореволюционное время какие-то проекты. Здесь мы можем говорить, что два одинаковых здания были построены вот на углу улицы Абая и на углу улицы Умара. То есть история этих зданий, возможно, чуть другая, чем принято вот в отечественном краеведении говорить об этой истории. Ну и завершение, да, я бы хотел сказать о выводах. То есть какие выводы мы можем сделать по итогам вот нашей лекции, нашей встречи. Первый вывод, который я хотел бы, чтобы, наверное, мы зафиксировали, это культурное пространство выступает не просто формой хранения каких-то вещей, явлений или процессов, но оно само формируется культурными процессами и оно регулирует взаимодействие вот этих субъектов культуры и в то же время выступает условием формирования и развития последних. То есть наличие и плотность вот таких вот субъектов культуры, да, или объектов культуры, которые хранят эти культурные пространства, они позволяют городу быть действительно интересным, быть достаточно сильным в плане как раз реализации творческого потенциала, научного потенциала его жителей. И вот в этом плане мы можем говорить о этих зданиях не просто как о каких-то физических стенах, но как потенциальных объектов реализации творческого и культурного, научного потенциала жителей нашего города, столицы. И второй важный момент, наверное, это архитектурно-планировочная структура исторического центра столицы была заложена во второй половине XIX века еще. И на протяжении полутора веков она трансформировалась, уплотнялась, как мы видим, по большей части разрушалась привычная система и структура дореволюционных улиц. Но тем не менее вот за счет перестройки сегодняшнее пространство, оно все равно, ну или пространство так называемого золотого квадрата, да, мы золотым квадратом, вы же знаете, в Астане называем как раз квартал исторического центра, и застройку вдоль проспекта республики, да, бывшего проспекта Целинника. Так вот, вот пространство вот этого золотого квадрата условного, неофициального, оно является материальным и нематериальным наследием урбанизации на рубеже XIX в начале XX веков. Я думаю, что с этими тезисами мы можем все согласиться. Вот, и в принципе у меня все. Если у кого-то будут вопросы, да, мы как раз можем сейчас пообщаться на сцене. Или у кого-то есть комментарии, например. Спасибо. Спасибо. Как ты это все запомнил? Ну, потому что мы тут, наверное, в какой-то степени, я не знаю, если кто-то присутствовал на наших экскурсиях, на наших турах, то часть сегодняшнего материала как раз для многих не была новинкой, да, но вот мы, я лично результатами этих исследований, выводов, тезисами, конечно, делюсь в рамках наших экскурсий, и на этих экскурсиях мы можем вживую прикасаться к этим. То есть вот эта вот инициатива по историческим прогулкам, она как раз-таки, я все-таки надеюсь, что она расширяет культурное пространство нашего города, и оно показывает большой потенциал этих зданий, как именно туристических объектов в том числе. Потому что когда мы говорим о развитии города, мы помимо как бы экономической, да, и там социальной части, мы не должны никогда забывать о культурной сфере развития города, и в том числе о досуге горожан, об их образовании, об их эмоциональном самочувствии. Поговорим, наверное, завтра экскурсия состоится. Да, состоится. Спасибо. А, да, завтра у нас в 4 часа запланирована экскурсия по улицам Целинограда, мы будем гулять по как раз местам и памятникам советского периода, но при этом это будет еще район Байконур, поэтому мы как раз посмотрим на... Мы встречаемся в Республика 10, да, бывший магазин «Космос», ну, общепит «Космос», сейчас это «Марона-Роса». Да. Вы делаете такое огромное дело, если бы хотелось бы сказать, я была на выставке несколько лет назад, я хотелось бы спросить, почему вы этим занимаетесь? Спасибо за вопрос. Я всегда читала, что вы не отсюда. Да, я не из Астаны, я здесь живу последние 13 лет, но так как я здесь уже живу 13 лет, то я, конечно же, ну, ассоциирую себя с этим городом, и этот город является частью моей жизни, поэтому мои научные интересы, ну, вообще, как исследователя, у меня есть такой интерес именно к исторической застройке, к памятникам, и я, конечно же, вижу ситуацию с нашим наследием, и с 2009 года, как я здесь нахожусь, я вижу, что процессы урбанизации в нашем городе, они проходят, ну, мягко говоря, очень поспешно, и зачастую вот в этой, как бы, спешке мы утрачиваем очень важные какие-то места, памятники, объекты, вот. Не люблю слово памятники, потому что под словом памятники мы обычно подразумеваем, ну, широкая, как бы, общественность подразумевает это какие-то статуи, вот, а, как бы, законодательство подразумевает там, это те здания, которые входят в государственный список объектов историко-культурного наследия, но на самом деле памятник – это любой объект в городе, который обладает этой памятью, который люди помнят, и который люди придают смысл этому месту. То есть, фактически, любое здание в городе, оно само по себе является памятником в той или иной мере. И вот для меня, например, многие памятники вот этого города, который я лично знаю, они уже утрачены. То есть, утрачена старая городская площадь, да, 99-го года. Это то первое место, где я, например, лично, будучи казахом, мальчиком из России, приехал и там увидел статую казахского ребенка. И для меня это был очень большой эмоциональный опыт, потому что я никогда не видел статуи, похожих на меня. Вот. И сейчас, например, да... Ну, вот в Омске я его не видел, да, к сожалению, да. Вот. И да, для меня это был такой большой эмоциональный опыт. Это вот галерея «Миллениум» на набережной, старый мост на Караут-Келле, который сейчас красиво выглядит, но тогда он тоже на меня производил именно символическое впечатление, потому что там были, если помните, три таких как бы копья. И мне сказали, что эти копья символизируют три казахских жуза, которые объединились, и в этом месте, не зря у нас столица, и это место Караут-Кель как раз, это урочище, где появилась столица. Поэтому все эти места, конечно, утрачены, и я в какой-то мере, когда перестал заниматься практической архитектурой, понял, что я могу заниматься вот именно историей архитектуры и какой-то свой вклад нести, может быть, в сохранение памяти, ну, как бы, этих памятников. Спасибо. Разница, значит, местного, было бы, например, местного значения республиканства. Да. Когда на меньше статус переход, то есть ли опасность какая-то, что здание... Ну, у нас опасность есть всегда. То есть, на самом деле, единственный инструмент признания ценности тех или иных зданий в городе на данный момент официально, это вот эти списки, да. Есть списки местного значения, есть списки республиканского значения. Но, как показывает практика, во всем Казахстане эти списки фактически ничего не значат. Ну, вот, если мы говорим на чистоту, да. Потому что, если вы знаете, у нас в городе два памятника республиканского значения, это вот эти медресея женская по Трару и как раз-таки дворец Целинников, нынешняя столичная филармония, да, на Старой площади. И, несмотря на статус памятника республиканского значения, вот эта столичная филармония, бывшая дворец Целинников, он был полностью реконструирован и снаружи, и снутри. То есть, вся вот эта аутентичность, именно там конструктивная, материальная, вот эта вот символическая ценность этого здания, она фактически была утрачена. То есть, мы сейчас говорим об этом памятнике просто как об объекте, но значительную часть его ценностей мы уже утратили, мы уничтожили его. Мы уничтожили фасад, мы уничтожили интерьеры. — Пожалуйста, почему перестали регистрировать? У нас же еще много осталось памятников таких, которые надо зарегистрировать. Вы не занимаетесь этим? Ну, потому что здесь задача у государства... Ну, я понимаю этот момент. Во-первых, наверное, приоритеты чуть-чуть не те. Во-вторых, государство сейчас не мотивировано добавлять туда памятники и не обременять. Потому что, как бы, ну, как бы, общественность видит, да, вот это включение в памятники, как будто вешают на баланс государство, и государство должно, значит, сохранять эти здания. Сейчас государство старается, да, чтобы общественность сама сохраняла. И здесь, в принципе, оно в какой-то мере право, на мой взгляд, потому что сохранение этих памятников — ответственность не только системы государства, но в том числе горожан. Потому что если здание является, как бы, действительно каким-то интересным архитектурным и историческим памятником, но оно не охраняется государством, то здесь ответственность каждого горожанина, в том числе собственника этого здания, в том, как он его будет эксплуатировать, будет ли он его ремонтировать, сохранять. Да, это все на совести владельцев получается. Да, к сожалению, так. Да. Хотел спросить, получается, на Ямару, где стоит табличка, в первом месте, и там написано, что 20 миллиона... Сгорел. И как сегодня мы знаем, что после нее построили каменные мечети, получается, в том же месте? На том же месте. И получается, как вы видите, если, например, там, такой мемориал был бы установлен, он был бы там установленный рядом с ней подверг, и как ты это видишь? Ну, да, на самом деле, там история с этой табличкой, это результат адвокации, инициативы как раз потомков Конор-Кульджи, Кудай-Мензина. Поэтому для них важной задачей было зафиксировать именно деревянную мечеть первую, как памятник, и перед ним... Ну, я знаю лично, например, если кто, например, следит за нашим проектом, первый токен С, первая встреча, она как раз была с Ассалбеком Алтыновым, потомков Конор-Кульджи, Кудай-Мензина. И он там делился опытом. То есть вот сейчас Оксана Антонюк присутствует, у Оксаны тоже есть опыт взаимодействия с государственными органами, да, именно по адвокации, сохранению памятника. Первый директор, да, историко-кровеведческого музея, спасибо. Да, я думаю, что туда можно установить табличку, но... Не знаю. Да, да, это вот много табличек тоже, на самом деле, не очень хорошо. Еще интересный кейс, я забыл рассказать. То есть мы, когда говорим о культурном пространстве, это же площадка для воплощения каких-то своих идей продвижения, в том числе это такое очень дискуссионное поле, да. И вот, например, вот эта вот локация как раз ограждения Зеленой мечети, например, это культурное объединение татарское, оно долгие годы вынашивает идею и пытается донести идею воссоздания, то есть ревитализация в этом случае полностью воссоздания здания вот Акмолинской мечети номер два на месте, где она стояла. Но здесь очень интересный момент, здесь эта площадка очень дискуссионная в плане того, что тут еще очень политизированы вопросы, вопросы истории, вопросы городского пространства, они носят не только экономически, да, вопрос денежный, кто там что будет строить, сносить, но еще также политически. Поэтому, несмотря на то, что в 2017 году, насколько мы из материалов СМИ знаем, даже правительство Татарстана поддержало и предлагало финансово поддержать эту идею, но этот проект не был дальше продвинут. Так что это такой тоже очень интересный момент. Еще и зеленые, то есть, сохранить крышу? Крышу Барния. Только она зеленая называла. Да. Если у кого-то еще есть вопрос, мы можем последний вопрос заслушать, наверное, и считать нашу лекцию оконченную. А насколько нынешняя физическая ситуация может определиться на привлекательности идеи, сохранять это все, потому что выгодно сейчас казахизация всего, и вспоминать проверку, даже древолюционную прошлую, например, там? Ну, типа перспективы, риски, они, конечно, существуют. Вот могу поделиться опытом нашего проекта. То, что на самом деле вот этот изучаемый период, колониальный период, он достаточно, можно сказать, проблемный с точки зрения реакции общественности. Но задача, на мой взгляд, изначально в 2019 году, когда проект мы формулировали с Назирой Кужановой, мы как раз для себя поставили миссию как раз демонополизации памяти. Потому что в 2019 году, еще помните, город назывался Астана, но, несмотря на название Астана, очень монополизирована была вот именно историческая память города коллективная государством. Государство диктовало, то есть нарратив официальный был о том, что история города, она берет начало, условно, с момента переноса столицы, и все это было построено силами первого президента с нуля. Но это такой момент, который мешает в какой-то степени развитию города, потому что остается нереализованным весь вот этот научный, творческий, символический потенциал города, который был здесь. И эта проблема, она в нашем сообществе, в людях, которые наш проект поддерживают или являются членами сообщества. Конечно, мы все разные, как общество, и можем по-разному относиться к текущей ситуации, к колониальному периоду. Но я думаю, что здесь важно быть объективными в этом вопросе, в плане того, что основывать любые тезисы, утверждения на материалах исторических, фактологических, а не как бы мифов и такой вот искусственной сократизации. Здесь я сторонник того, чтобы мы переосмысляли это прошлое, но переосмысляли с учетом того, что не нужно обесценивать и не нужно романтизировать. Не знаю, если я хотел вопрос. Спасибо. Ну что, давайте. Да, я хотел в заключение сказать, поблагодарить всех, кто пришел сюда, потратил свое время посреди тяжелой рабочей недели. Я это очень ценю. Надеюсь, что мы еще все с вами увидимся на других мероприятиях. Я вот хотел анонсировать, на следующей неделе у нас планируется лекция Жаслана Нурбаева. Это вот история, как раз руководитель нашей исследовательской группы. Да, мы анонсируем, поэтому приходите. Да, поэтому подключайтесь тоже, можете задать вопросы. Жаслан очень интересный лектор. Это вот я как не коллега, а как слушатель говорю. И еще хотел тоже поблагодарить, здесь сейчас нету, но это вот как раз таки команда гостиницы «Ромада». Сегодняшнее мероприятие состоялось в том числе благодаря тому, что они позволили нам здесь быть абсолютно бесплатно. Ну, вы все прекрасно знаете, да, что это здание тоже исторический архитектурный памятник. Это памятник 1960 года. Это как раз таки самое крупнейшее здание в стиле советского неоклассицизма. И здесь мы уже, наверное, не успеем. Но вот здесь у нас балкон имеется как раз таки с выходом на вот это вот пространство выше нынешней городской площади. Поэтому в целом, несмотря на то, что интерьеры этого здания уже изменились сильно, но это памятник историко-культурного наследия местного значения. Внизу был шумный ресторан. Ну, так, по-первых, мы говорим. Да. Ну что, спасибо, друзья. Давайте. Спасибо большое. До новых встреч. Очень интересно. Рамотно. Компетентно.